Володя уехал, меня спрашивают, какой завтрак. Я все не могу показать, потому что сам себя не могу снять. Тыква осталась. До этого парили в пище, а сейчас сварили. Сварили и вот отдельно, она у меня сваренная отдельно, ломтиками. И визу это лежит трава, это штору, ревень, листья. Крапива особая такая, крапива растет, не двудомная, аж средняя, между жгучей этой. Дальше чеснок растет, хорошие перья у него. Одуванчик и репей. И все это режу, а потом отдельно сварю. Отдельно, и оно у меня лежит отдельно, вот оно. Вот оно лежит отдельно. Это много здесь, много. А это сушеный виноград. Его запарил на сутки вот этот термос. Вот теперь вылил и оттуда воду буду лить сюда. А здесь что в разных кастрюлях? Мелкая картошка, ну совсем мелкая. Сейчас я ее покажу. У нас ничего не пропадает, но она отдельно набирается. Мелочь эта. Вот на одной руке его, видать какая. Варю ее. И потом легко выбирать. И потом все туда, мусор все выбросил. Бедерко много. Толкую ее в отдельные кастрюли. Сейчас мыть придется. Получается больше пастка кастрюли. В чистом виде толкушка самодельная. Вот она, обыкновенная толкушка, четырехгранная, удобно. Ну туда вынесу и там толкушкой растолкую. Получается больше полкастрюли вот этой. А в другой кастрюле то, что Володя оставил, это перловка, гречка, хлопья. Третья, значит, просто как она называет, это манка. Ну и там еще что-то есть. Сейчас я посмотрю, даже отдельно варю. Раз, два, три, четыре, пять. Пять компонентов. Ну и шестой добавляю это. И водой, которую варю от крапивы, заправил. И туда же водой, которая из подсушеного винограда. Вот он отдельно лежит. Все теперь уже идет здесь. И тогда в картопельную эту. И все это размешиваю ложкой. Вот она всплывает даже пока. И растительного масла побольше. И соли. Вот оно. Вот она даже видна, что там. А, вот что еще там, рожки. Вот туда. Все это, как будто картофель здесь. Ну и тут видно, что там перловка. Еще есть, вон, крупинки этой гречки. И все это перетолок. Перетолок, две в одной кастрюле. Вторая, третья, три кастрюли. Четвертая здесь. И три чашки готовлю сразу. Вон там у меня идет для наружных кошек. Кошки тут бегают, приноровились. Мы их кормили зиму. Это большой. Добавляют туда собачьей еды в мешках. Нельзя еще. Подожди, я приготовлю. Паля, подожди. А это паля здесь будет есть. Вот она уже сама. Не слушается. Добавляют туда галушки называемых. Галушки. Некоторые, может, даже не знают, что это такое. Ну, можно показать. Вот у меня здесь сушеный виноград. Вот через эту показано. Ложить надо. Сейчас развяжу, чтобы сразу показать. А то некоторые говорят, говорят сушеный. Вон превратился он совсем другой. Вон черный был виноград. Сушеный. Вот я его рядом положу. И вот эти положу, покажу сейчас галушки. Вот оно какие. Собачья еда. Вот они мелкенькие, чтобы с рукой сравнить какие. И туда вот так вот в чашку беру. И туда им досыпаю. Паля, подожди. Подожди. Вот она где. Вот она где. Всем собакам. Собаки побольше. Ураган. Немецкая общарка. Или раньше мы называли восточноевропейская. Большой кобель. Чемпион России. На соревнованиях стал. Вот добавляет. Это то же самое, что и ем сам, то и ем. Кроме галушек. А это вот он самый сушеный виноград. А превращается он вот в какой. Повыл. В термосе сутки пробыл. А теперь водой все это заправил. Вот посчитай, сколько здесь компонентов. Сколько трав и всего. И ничего больше не надо. А вода всякие печеная. Ну, надо каждый день маленько пить воды сырой. Что природой должен быть человек. А сейчас сразу все это помыл. И все. Вот здесь сколько всего. Ну, а и хлеб. Хлеб это сушеный отдельно. Печеный сами. Вот такие ломтики насушенные. И воду. Ну, и всегда после еды добавляю у меня баночка с медом. Алтайский мед. Вот он, показать его. Хотя бы пол ложечки. Вот. И вот этот виноградным наваром. Крапивы там. Лука. И все. Еще сказать еще. Мяса никогда у нас не бывает. Ну, бывает редко, когда там привезут яйцо какое-то одно. Ну, вот все. Сметану я не беру. Ничего. Молоко. Редко-редко покупаю. Там раза два-три в год по полторашке. Полтора литра в бутылку. И вот завтрак. Ну, не обязательно, чтобы я это жевал. И березовый сок. Березовый сок у нас тут целые бутылки. И святая вода. Вот она где. Если такой сильно-сильно он уже перекис, тогда немножко добавляю соды. Вот она сода. Чуть-чуть-чуть. Она сразу запенится. Ну, и все. Вот посчитай, какая наша еда. Во что это обходится. Картошка бесплатна. Тут что-то как-то. Ну, и лишнего ничего нету. В своем награде растет. Капуста, трава, это подножный корм. А эти вот даже, которые, картошка-то свое. А тут разные. Еще что? Мелкий вермишель добавлено в эту. Который я делаю. Вот здесь оно. Все как раз начнешь мешать, оно все и проявится. Это мне, что дают иногда спонсоры. Остается. Этим тоже питаемся. Обслуга-то питается. Трудящийся достойный пропитания. Ну, такое, в мешках. Все это раздаем нуждающимся, потеряем. И здесь никогда, нигде ничего нет. Прежде с Украины были. Мы туда сразу помогали мешками. Да благословит Господь помогающих нам. Их имена перед Богом написаны. Очень хорошо помогают. И растительным маслом, и соль, и сахар. Один раз сахару сказали нету у них. Нету этот раз. Маленько погодя, дня два прошло. Приезжает, разгружает. Две большие пляги. По 30, конечно, литров там больше. Меду запечатано под бломбой. Четыре пляги. С плягами вместе. Люди какие. Ни нашего круга. Мы не знаем. Каждый день только молимся о них. Благодетели наши. И когда заканчивается лето, что-то остается. Мы сразу на тележку развозим. Потеряевку показывали. Потеряевки там. И остатки остаются здесь. А иногда днем еще со скотинами вожусь. Это семечки тыквенные. Ну, ножом надрезаю. Как их взять-то? Покажу сейчас. Видно или не видно будет. Да. Вот. А они очень хорошо против всяких гельминтов. Ну, бывает что-то там в жироте. Скотины. Вот так вот. Беру здесь. Не знаю, видно, не видно будет. Стоит. И надрезаю кромочку ножом. Вертикально ставлю. Носиком вверх. И надрезаю. Вот так вот. Все, никуда ты потом выбросишь. А потом ножом, вот где уже разрезалось, оно потолще. Вот так туда встреваю. Вот так покачиваю немножко. Я на верхнюю часть уже откачила. Отскачила. Теперь под низ вот так вот. Подковыриваешь. Вот оно уже в чистом виде зерно. Вот так. Это каждый день делает так. Поэтому никогда не было ни глистов, ни аскаридов никаких. Ну, ничего нет. То есть, это надо жить в природе. Болезнь в себя не пущать, как Иванов говорил. По милости Божия, вот так мы и живем. А люди видят. Ой, бумагой обтирайте. Ой, гигиены нету. Там ложка полез. Раньше всегда с одной чашки ели. Никто не думал. Это в фильме. Кажется, Герасимов снял «Тихий дон». Они там на поле. И едят все. Чтобы две чашки. И каждому отдельно. Я увидел, когда уже стал в Барнауле учиться в техникуме. Никогда этого не было. У нас семья пять ребяти. Десять ребятишек. И отец с матерью. И все из одной тарелки. Из одной сковороды. Из одной чашки. Большое блюдо как. А чтобы отдельно было. Ну, отец любил перец горький такой. Очень горький. Ну, и жжет во рту. Он возьмет нож. Положит поперек. Длинный нож такой. Ну, там колет скотину. Ну, ладно. Перегородил я. И правда, кажется, что там меньше уже горько. Перегородил. Он не достает даже того, что в чашке. Ну, вот так казалось нам. Вода. В колодке берем. Это, в колонке здесь рядом. Сам хожу вот здесь. Вот и сегодня у нас пятница. Я не знаю, видимо, восьмое. Восьмое, похоже. Мая. Седьмое или мая. Даже могу сказать поточнее. Сейчас я гляну. Что-то у меня тут наружки. О-о-о. Так. Восьмое. Восьмое мая. Вот так. Это наружу там все, что видать. Вот это двери надо заходить. Шесть объектов. Так сделали то, что здесь молимся. Валя маленько поела. И туалет умоется. Пушистик. Вот я подружился с чарнушкой уличной. Она от меня не уходит. Прямо у пипитра так и лежит. Этого. У клавиатуры. Купипитра назвал. Вот везде у нас надписи. Вот такие вот. И плитная бумажка еще перед собой. Ну и здесь вот. Моемся когда. А тут надпись. Посмотри. Не переполнено ли ледро внизу. Вот так. Надписи вокруг. У нас везде все надписи. Это божественные места из писания. Прочитать. Если можно, прочтете. Кроме того, вот у пищи один раз кошка впрыгнула на плиту. А теперь в одном месте завесить. На другом. Вот так. И вот в горху. Не знаю, тоже видно, не видно будет тут. То, что я хотел показать. Тут показал. С чем мы питаемся. Да. Забыл сказать еще, что. Тут не видно. Где-то перенесли туда. Дают иногда сушеный изюм. Там какие-то орехи. Продается это все как-то совокупно. А здесь намолоты из зернышек. Подсол этих. Тыквенных семечек. Вот. Иногда тут вот эта вот халва. Продается. Но сейчас нет. Я одену. Две баллы. Одну Володе остается. И гигиенец. Определяется тем, что ты не болеешь. Я вообще не болею. Вот осталось ровно месяц и два дня. И мне будет 81 год. А учитывая, сколько мне пришлось тело свое, где быть ему. И в тюрьмах, и на операционном столе. И мерзнуть, и в холодильниках, и под пытками. И не болею я. Вообще не болит ничего. Ну, ясно дело, что нет той резвости. Нет прокладки между коленями там, где идешь. И как стучишь, как костылями. Уже нет пружины. Пружинистого шага нет. Я любил ходить, как охотиться, чтобы идти нигде сучок не было. Как Дарсово Зала учил. Ну, это все из прошлого. Вот так. Ну, конечно, начинаем, когда утром. Это у меня вот проспоры. Проспоры мелко. И в отдельные крючки налита святая вода. Вот так. И, конечно, молитва начинается. А это у меня приборы тут разные. С семечками, с пшеницей, с просом. Для голубей. Ну, я не знаю, видно, нет будет. Сейчас я покажу через... Это... Вон они там сидят. Сидят. Отправлять буду. Этих у меня нынче мало. Многие погибли. Всего 14. И двое. Вот они сидят. Я могу сделать, чтобы они взлетели. Нет. Глядят и не... И там еще ждут меня. Отправлять. Сейчас буду 8... 8 голов. Для голубей. Потеряевку. Там уже ждут. Ну, пока не уедут. Кто должен везти. У него связано с сельским хозяйством. С полями. Ну, и задержали. Маленько. Вот так во славу Божию живем. Ну, пока... Продолжение следует...